Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами Норкиных в студии. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир! И наш любимый и дорогой Евгений Юрьевич Спицын. Сегодня у нас в гостях, человек, которого представлять вам уже не надо. Евгений Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Один раз скажу на «вы», а потом будем уже для простоты. Вот что для начала. Тема относительно недавняя новость, но она уже знакома, просто про нее периодически забывают, а потом опять начинают радостно подхватывать в наших СМИ либеральных. По поводу Курской битвы. Газета «Дивель» некоторое время назад опубликовала материал Свена Феликса Келлерхофа, который, кстати говоря, ведущий редактор исторического отдела этой газеты, который утверждает, что не было никакой победы с Красной Армией под Курском, и вообще надо памятник победы на Прохоровском поле снести. Я напомню, если кто забыл, мы об этом в эфире с Юлей тоже говорили, там якобы была немецкая аэрофотосъемка, которая оказалась сейчас в американских архивах. Вот опираясь на эти данные и на исследования там и немцев, и британцев, вот автор этой публикации приходит к таким выводам. Ну и у нас в интернете миф развенчан и так далее, и так далее, и так далее. Вот ваш комментарий, Евгений Юрьевич, по этой. Ну, это, кстати, вброс делается уже не первый раз, и в прошлом году, и позапрошлом году, то есть периодически он, этот вброс, делается. Мне, в общем-то, не очень понятно это, потому что для европейских обывателей, там, или американских обывателей, подобного рода исторические открытия, условно говоря, да, они делаются уже на протяжении нескольких десятков лет. И там у них сознание переформатировано по поводу войной уже довольно, так сказать, существенно. Это, может быть, не так касается немцев, потому что немцы всё-таки знают, кто выиграл войну, а это касается прежде всего французов, британцев, датчан, шведов, ну и так далее, и так далее. Я имею в виду, конечно, молодое поколение, а не то поколение, которое достало ещё Советский Союз. Может, повторение мать учения, поэтому они каждый год и вспоминают, что такое и что-то подобное. Ну, естественно, да. Теперь по существу, то, что касается всех вот этих вот научных, я беру это слово в кавычки, и открытий тоже беру слово в кавычки. Значит, ну, во-первых, вот та фотография, которую якобы исследовали, которую... Да, 14-16 июля, где-то вот в эти дни. Да, на самом деле это фотография 16 июля, но при этом автор пишет о 12 июля, то есть уже вброс, да? Фейк уже, говорят, современным языком. Первое. Второе. Значит, немцы же народ пунктуальный, педантичный, они в любых обстоятельствах и в любых условиях пытаются всё фиксировать, всё документировать и так далее, и так далее. Ну, вот на сей раз у них вышла промашка, я уточнял, кстати, этот вопрос у одного из самых лучших на сегодняшний день военных историков, Алексея Исаева, который знаком не только с нашими, но и с немецкими архивами. Так вот, он мне подтвердил то, что сводки боевых потерь немецкой армии за 12 июля на Курской дуге в архивах не существует, ни в наших, ни в немецких. Почему? А вот бог его знает. Может быть, эту сводку вообще в суматохе боя, условно говоря, никто не делал, не до того было. А может быть, она существовала, но потом каким-то образом исчезла без заднего умысла. Просто ведь архивные документы, они зачастую пропадают, условно говоря, или погибают, рассыпаются и так далее. Но факт остаётся фактом, что сводки боевых потерь за 12 июля не существует. Поэтому все остальные рассуждения по поводу того, сколько немцы потеряли конкретно вот 12 июля на поле боя танков, это, в общем-то, понятно, да, никакой документальной основы не имеет. Теперь надо иметь в виду ещё такую вещь, что немцы считали подбитыми танки или уничтоженными танки только те, которые сгорели, которые не подлежали восстановлению или с которых нельзя было взять, условно говоря, запчасти, и которые остались на поле боя противной стороны. То есть, у нас разные были просто системы подсчёта наших боевых потерь. А мы считали даже вплоть до того, что если была, например, подбита гусеница... Вышел из строя. Да, танк был обездвижен, ну и так далее, и так далее. Ну, это логичнее, он же не может будет продолжать. Ну, так естественно, да. Он как боевая единица в конкретном бою, что называется, выбыл из строя, да. Ну, и так далее, и так далее. То есть, таких вот вещей много. И последнее. Дело в том, что немцы специально, ну и не только немцы, они сознательно концентрируют внимание на 12 июля, потому что, действительно, этот день Прохоровского сражения для нашей стороны был не очень удачен. А я напомню, что там, на Прохоровском поле, сошлись смертельные схватки, части и соединения 4-й танковой группы генерал-полковника танковых войск Германа Гота и 5-й танковой армии генерала-лейтенанта Павла Ротмистрова. Так вот, значит, на самом деле Прохоровское танковое сражение продолжалось с 12 по 16 июля. Понимаете? Вот о чём речь. Опять подлог. То есть, куда ни плюнь, везде сплошной подлог. И по факту, значит, к 16 июлю вот этот вот наступательный порыв или потенциал немцев, он был остановлен, он иссяк. И после этого мы перешли в контрнаступление, вышли на южном фасе, значит, Курской дуги на старую линию фронта, а затем оттуда начали уже реализацию наступательного плана Кутузов, если мне память не изменяет сейчас. И вот в результате этого наступательного плана войска Воронежского фронта, это генерал армии Николай Фёдорович Ватутин командовал. У меня, кстати, дед воевал на этом южном фасе Курской дуги в составе 38-й армии. И он там получил, кстати, первую свою награду за проделку минных полей, значит, вот противника, медаль за боевые заслуги. И 5 августа был освобожден Белгород, того же числа был освобожден и Орёл, войсками Центрального фронта, и там были задействованы ещё части Брянского и Западного фронтов, в частности, 11-я гвардейская армия генерала Баграмяна. Москва первый раз салютовала войскам Центрального и Воронежского фронтов вот за освобождение этих двух русских городов, а 23 августа войска Воронежского фронта освободили Харьков. И вот взятием Харькова как раз и завершается Курская битва. И она действительно, эта Курская битва, завершила, по сути дела, коренной перелом в ходе войны. Это, кстати говоря, даже признаётся, я не помню, вот был ты у меня место встречи в этой программе или нет, даже в американских учебниках истории школьных вот там значение Курской битвы подано вот именно так, как ты сейчас говоришь. Мне не очень понятно, почему именно сражение под Прохоровкой так популярно вот как тема вот этого переписывания. То есть почему они зацепились? Не они, не столько они, сколько почему у нас именно её вот так радостно приветствуют. Значит, дело в том, что надо просто иметь в виду, что Павел Ротмистров, он был одним из немногих главных маршалов бронетанковых войск. И на момент, значит, написания вот этой знаменитой энциклопедии, посвящённой Великой Отечественной войне, просто Павел Ротмистров, он занимал более значимую должность в иерархии советских вооружённых сил, чем другие командиры танковых соединений, например, тот же Катуков, знаменитый маршал бронетанковых войск. Ротмистров был главным маршалом, а Катуков просто маршал. Но если переводить на, значит, армейские чины, вот обычные, то есть Ротмистров был маршал Советского Союза, а Катуков был генерал армии. Понятно, да? Понятно. Вот, потому что рядом с Прохоровским полем, например, у деревни Яковлева, проходили такие же танковые сражения, такая же танковая дуэль, ну, несколько иного масштаба, но неважно, которую вели танкисты Катуковы с теми же немцами. И там вот эта танковая дуэль, она стопроцентно оказалась на нашей стороне. А то, что касается армии Ротмистрова, то действительно 12 июля довольно значительные потери были среди наших танкистов, и за это Катуков, прошу прощения, и за это Ротмистров, в общем-то, поплатился. Вот, ему врезали, что называется, по первое число. Но он довольно быстро исправился. И уже вот события 13-16 июля, они показали всю мощь наших танковых соединений, да и не только танковых соединений, той же авиации. Вот, мало кто знает, что наша авиация на бреющем полёте сражалась очень успешно против вот этих хвалённых фердинандов и тигров, которые немцы впервые использовали именно на Курской дуге. Ну, так я всё-таки не очень понимаю, почему они... Почему именно этот эпизод так популярен для... А потому что они другого эпизода не могут найти, вот и всё. То есть, они вырывают, вот понимаете, ну, возьмите любое сражение, там, например, Бородинское сражение, да, не очень удачный рейд конницы Уварова по телам французских войск. Он, кстати, граф Уваров и Платан. Давайте так сделаем. Сейчас прервёмся, пока ты не начал объяснять подробно, а потом на примере вот это всё это разложим. Евгений Спицын у нас сегодня в гостях в программе «Простыми словами». Продолжим после короткой паузы. Мы вернулись в эфир. Так, попросили мы Евгения Юрьевича объяснить, почему сражение под Прохоровкой так часто используется в качестве вот такой фейковой исторической новости. Жень, ты начал приводить пример сравнению с Бородинским сражением. Слушайте, ну, если мы возьмём вообще любое сражение, вот пример с Бородинским сражением. Одним из эпизодов этого сражения был знаменитый рейд конницы Платова, донских казаков Платова, и Драгуна Уварова по тылам французских войск. Он закончился не очень успешно. Более того, за Бородинское сражение тот же граф Уваров был, по сути дела, единственным генералом, который не получил от государя императора награду. Возьмите ту же Куликовскую битву. Начало Куликовской битвы, когда Мамаева орда смяла один из флангов русских войск. Понимаете? Возьмите там ту же Полтавскую битву, которая тоже не очень удачно началась для русской армии. Ну и так далее, и так далее. Эти примеры, их вообще никто не рассматривает. Это скажут так, что, погоди, Юлька, этого вообще не было, как говорят, там, Ледового побоища не было, Куликовой битвы не было, или она была там на совсем другом поле, но здесь-то вроде как совсем недавно, ну, достаточно легко всё проверяется. Я так понимаю, Жень, что выбираются не очень неудачные моменты. Ну, какого-то сражения. Какого-то сражения, да. И на нём просто акцентируются. И начинают нас моськой возить об стол о том, что да совершенно вы там никакие там не герои, вы там профукали. Но вот это что, это специально? Специально, конечно, Юль. Это тоже пропагандистская такая история для молодых, совершенно не знающих ныне историю наших детей. Это вот из той же истории, что мы закидали трупами, понимаете? И вот на этом, кстати, потоптались, увы и ах, к сожалению. В 90-е это потоптались ещё как? Так и сейчас до сих пор. Целый ряд знаковых фигур. Я вот, кстати, именно после этого, ну, честно говоря, изменил коренным образом своё отношение к тому же Виктору Астафьеву. Вот его роман «Проклятые и убитые» и вообще педалирование этой темы для меня, ну вот, пускай меня бросают камни, но я считаю, что это предательство своих однополчан и сослуживцев, и вообще миллионов советских людей, которые пали в Великой Отечественной войне. Вот так вот нагло брать, причём с таким... Ну, я бы, наверное, дедам своим даже в глаза бы не смогла посмотреть, если бы книгу они... Мы победили прежде всего за счёт нашего героизма, стойкости, за счёт полководческого таланта наших полководцев, но самое главное, за счёт того, что советская промышленность превзошла мощь промышленности всей Объединённой Европы, не только германской промышленности. Если вы посмотрите даже на выпуск тех же танков, мы в годы войны выпустили 105 тысяч танков ИСАУ. Это в среднем... Самоходная артиллерийская установка. Да, да, это в среднем год выпускалось 26 тысяч. Ни Германии, ни её военные сателлиты до такого количества вообще близко даже не дошли. А вообще последнее, вот как в новом времени, как я его называю, с 91-го, вообще очень мало говорится о подвиге советского народа в тылу. Конечно. Практически вообще не говорится. У нас просто на рубеже 90-х годов вообще начали говорить очень много всего. Вот сейчас Евгений Юрьевич Астафьев упомянул. Я, естественно, сразу же, поскольку я не помню, наизусть эту цитату его. Ну, по поводу Ленинграда. Это уже с 99-й год же, вот я сейчас её нашёл, миллион жизней за город, за коробки, восстановить можно всё вплоть до гвоздя, а жизни не вернёшь. А под Ленинградом люди предпочитали за камень погубить других людей, какой мучительной смертью детей-стареков. Ну, это безобразие вообще. Вот из этого же потом и вырастает вот эта вот история, как какая-то мадам-то писала, помните, для... Я же не делал совершенно согласно. По-моему, господи, для... Ну, и Цори Херцайт, она написала, что Сталин настолько ненавидел Ленинград и ленинградцев, что сам там практически организовал блокаду города для того, чтобы... Ну, вот это вот... Какая-то гламурная курица. Хотя наоборот, кстати, вот если посмотреть на все решения, которые принимались и высшим советским руководством, прежде всего Сталином, и другими членами ГКО, и ленинградским руководством, тем же Андреем Александровичем Ждановым и так далее. Я как раз хотела тебя спросить о нем, потому что очень много, ты же знаешь, спекуляций по поводу того, что люди в блокадном Ленинграде... Да это каждый раз, когда да, ты подходят, начинается это все. ...они умирали от голода, а верхушка во главе со Ждановым, она, значит, жировала, у них там были икра, масло и там и прочее, прочее. Хотя я знаю, что Жданов, он же умер, у него уже сердце не выдержало. Я об этом и говорю. Послушайте, человек... У него диабет, он не спал. Нет, у него диабет еще был. Нет, он сладко не мог. Послушайте, во-первых, да, это первое. Да, пирожные ему были противопоказаны. Да, Андрей правильно говорит, никаких ромовых баб он не жрал и так далее. Да, действительно, в Смольном так называемый паек был выше, чем в среднем по Ленинграду. Но это понятно, потому что люди, во-первых, работали на износ, потом они руководили обороной огромного города. Я тебе даже приведу пример у Каверина, два капитана, когда Ромашов приходит к Кате в блокадный Ленинград. Ну да, он там консервы достал. Он вытаскивает консервы, сало, черный хлеб, все. Она говорит, а где же ты такую роскошь достал? Он говорит, ну, надо знать, связи нужно иметь, и здесь, в принципе, все можно достать. Вот это еще, вот это такая гадость такая. Это было или нет? Нет, это безусловно было. Конечно, это безусловно было. Это было не только в Ленинграде, это было и в Москве. Мне вот даже матушка вспоминает, она все-таки 33-го года рождения, и когда война была, ей было 8, 9, 10 лет и так далее. У них, например, соседи, которые там, так сказать, ее подружек, одноклассниц, папа, он работал на какой-то базе там. Продуктовой. И они действительно жили лучше, чем, например, моя матушка. У них там, например, тоже хозяйственное мыло, там в брикетах стояло, там тот же горох, ну и так далее, и так далее. Но это говорит о частностях, это же не было повсеместно, а уж тем более это никоим образом не характеризует того же Андрея Александровича Жданова. Вот Андрей правильно говорит, что Жданов, во-первых, был диабетиком, поэтому ему категорически нельзя было есть ромовые бабы, во-вторых, он был сердечником, в-третьих, он находился, в общем-то, на такой довольно жесткой диете, и потом следует учитывать, что... Вопрос-то не в этом, вопрос в том, что в голодающем Ленинграде ромовые бабы действительно были? Были, но они кому были предназначены? Вот вы посмотрите, например, на то, как те же руководители заводов в блокадном городе делали ёлки для детей своих сотрудников, и там были в том числе и ромовые бабы для детей, чтобы хотя бы вот в этих тяжелейших условиях сделать для детей праздник. Даже в этих тяжелейших условиях в людях оставалось человеческое, людское, они не скотинились, не зверели и так далее, и так далее. Ведь на что рассчитывали те же фашисты, когда они брали город в блокаду? А на то, что люди осатанеют, то, что начнутся восстания, то, что начнётся массовое мародёрство, то, что начнётся массовый бандитизм и так далее, и так далее. Ну, что, откровенно говоря, в общем-то, и должно было происходить, и происходило всегда в войнах, когда, там, в средние века, когда город брался в осаду, в блокаду. Для того, чтобы население стало твоим союзником, оно не может вынести вот этих вот условий ужасающих, и начинается там бунт. Ну да, да, как вот так называют... Так и должно было произойти. Да, да, да. Ну вот, этого же не произошло. Более того, значит, те же партийные советские органы, они уже после первой зимы, самой тяжёлой первой зимы, они предприняли все мыслимые и немыслимые, так сказать, шаги, для того, чтобы не только надеяться, например, на Москву, там, да, в плане продовольствия, но и своими силами делать всё, что можно и нельзя. Возьмите, например, знаменитые фотографии того же Исаакиевского собора, вокруг которого посажены целые поля капусты, ну и так далее, и так далее. Вот о чём речь идёт. То есть люди приспосабились, люди не падали духом, люди трудились, люди воевали. Поэтому во многом это и предопределило вообще итог всей этой войны. Но ясно, что нашим либералам там или в той же Европе это всё не нравится. Надо показать наших людей оскотинившимся. А почему, зачем? Ну, во-первых, это десакрализация войны как таковой. Это же для нас святое, понимаете? Для советских людей, для нормально воспитанных советских людей, я не беру отморозков. При всех ужасах войны, при всём, что там хватало и предательства, и подлости, и так далее, в целом, это был героический подвиг всего советского народа. От уного младенца, как там раньше говорили, до самого глубокого старика. Каждый вносил свою лепту в победу. Кто, значит, за баранкой, условно говоря, трактором, кто за токарным станком, кто в той же библиотеке, или какой-то профессор, который читал бойцам. А музыканты, которые в Ленинграде в блокадном давали концерты. А кто-то на фронте с оружием в руках. Вот у меня, например, у матери бабушка, дед был на фронте, он все четыре года был на фронте. Вот как связь, он начал войну. Как и мои. Но бабушка работала на оборонном заводе, она штамповала... Ну, это просто делается для того, чтобы вот эти вот частные моменты, исключения представить как систему, потому что тогда объясняется, что вся система порочна. Да, и если бы не американцы... Ну, конечно, да. И если бы не тушенка американская, если бы не американские машины, то мы бы, в общем, не сдержали. Слушай, я вам про ленд-лис, у меня... Евгений Юрьевич, погодите, пожалуйста, сейчас давайте паузу опять сделаем. Новости будут в эфире о радио «Комсомольская правда», а мы продолжим программу «Простыми словами» через пару минут. Я же как бы... Эта программа «Простыми словами», Юль, да, ты хотела... Евгений Спицер у нас сегодня в эфире. Вот это американская мечта, вот наша тушенка. Да, и ты про ленд-лис, что ты нам обещал сказать. Ты же мне говоришь, ну, если бы не американцы, которые нас действительно поддерживали продовольствием и машинами, и техникой, троллей-вали, продовольствием, чем Америка. Та же Тува там и так далее. Значит, послушайте, эта дискуссия, она уже идёт не первый год, даже не первое десятилетие. Так они выбрасывают всё время, надо всё время отвечать. Ну, естественно, да. Кстати, им первым-то ответил, знаете кто? Вознесенский, который написал свою знаменитую книгу о советской экономике времён войны. Я напомню, что Николай Алексеевич Вознесенский, это был зампредсовета народных комиссаров во время войны, и председатель Госплана. Он сказал, что в общем объёме военной промышленности и вообще того, что поступило в армию и так далее, ленд-лиз составлял 4%. Это вот к вопросу о том, насколько ленд-лиз... Это первое обстоятельство. Второе. Основные поставки по ленд-лизу начались уже после Сталинградской битвы. Но когда американцы поняли, что перелог уже произошёл. До Сталинградской битвы, до завершения Сталинградской битвы, и британцы, и американцы сидели как... И смотрели кто кого. Абезьяна, да, смотрели, какой тигр, порядка какого. Понимаете? И более того, за 1941-1942 и начало 1943 года общие поставки вот даже по всему ленд-лизу, по этим 4% составляли чуть более 7%. Понятно, да? То есть, львиная доля 93%. Хотя нельзя, конечно, отрицать там и поставки того же продовольствия, знаменитые туши органы. Нет, никто это не отрицает, просто есть такая штука, как трактовка, и я бы хотел вот о чём поговорить. Насколько мемуары, то есть воспоминания исторические, там, людей, которые непосредственно участвовали в процессах, они влияют потом на восприятие истории. Я сейчас хочу к практически современным вещам перейти, вот потому что вышла в художественной литературе книга под названием «Английский дивертисмент». Написал её Анатолий Адамишин, который был у нас послом Великобритании, послом Российской Федерации с 1994 по 1997 годы. Там есть очень интересные моменты, потому что это был такой вот расцвет ельцинского правления, уже как бы первый срок закончился, и второй, то есть вот самые-самые драматические такие события. Там много написано про то, как они там с королевой общались, но я вот сейчас на сайте комсомолки просто взял кусочек, который очень важен. Но он касается того, как расширялась НАТО, как это объяснялось, то есть уже с Ельцином как разговаривали. Я сейчас цитату приведу. Час дня, час дня, обращаем внимание. Джон Мейджор спрашивает, что будем пить перед ланчем? Мейджор был тогда премьер-министром. Что будем пить перед ланчем? Я джин-тоник. Борис Николаевич, как и все остальные, присоединяются. Ничего выходящего за норму не происходит, как и за всё время пребывания Ельцина в Англии. Так что если это была разведка боем, то она не удалась. То есть это в час дня уже начали пить джин. На прогулке после ланча премьер завёл нас в деревенскую пивную. У них она называется ПАП. Публика практически не реагировала на лидеров двух стран. В чекерсе люди и скот гуляют где хотят. Среди обсуждавшихся проблем главной было расширение НАТО. Мейджор петлял, не желая признавать, что принимать новых членов Североатлантический Союз всё-таки будут. И в конце концов Ельцин сказал, если в 2000 году, то я не так волнуюсь. И с облегчением спрятал свою памятку в карман. Англичане могли уверять в чём угодно, но решали не они, ошиблись они на год. Первое после окончания войны расширение НАТО произошло в 1999 году. Конец цитаты. То есть, в общем, получается так, что была попытка использовать человеческие слабости президента России. Но он, по-моему, и так не особо сопротивлялся и сказал, что в 2000 году, то есть, типа, это как бы не моя эта история, потому что, ну, понятно, что в 2000 году он уже уходил с поста президента. Вот как к этой истории относиться? Это действительно был такой приём, то есть, если они знают, что... Я просто читал, например, мемуары Строба Телбота, когда Ельцин был в Америке. Он там тоже писал, как Борис Николаевич бегал, извините, в одних трусах по Белому дому, там искал пиццу. То есть, они это использовали, пытались использовать в своих целях, получается. Слушайте, ну, они всегда использовали эти слабости. Я, кстати, знал немного Анатолия Адамишина. Дело в том, что когда я в начале 90-х, там, в 92-м, в 94-м работал исполнительным директором движения «Будущие лидеры», то он приезжал к нам на второй конгресс, будучи ещё заместителем, первым заместителем министра иностранных дел. Ну, вот, привозил, кстати, довольно большую и влиятельную делегацию итальянцев с Роготиным, значит, с Дмитрием Роготиным, потому что я напомню, что Адамишин, он ведь был не только послом в Лондоне, он ещё был послом и в Италии, в Риме. Ну, я так понимаю, что книжка-то про английский период. Да, и до этого он, кстати, ещё был заместителем министра иностранных дел СССР с 86-го по, по-моему, 90-й год, то есть, вот во времена Шеварнадзе. То есть, это такой кадровый, старый дипломат, ему, кстати, в октябре этого года будет 85 лет, то есть, ну, в общем-то, человек много повидавший, человек много знавший. То, что касается слабостей, безусловно, более-то, хочу сказать, вот я как историк могу, ну, со всей очевидностью заявить о том, что британцы, да и вообще европейцы всегда личные слабости, личные качества используют в политике, особенно во внешней политике. Они очень детально изучают личную жизнь, повадки, привычки своих визави с тем, чтобы их максимально использовать. Возьмите того же Горбачёва, вот это его тщеславие, которое сразу уловило Тэтчер, ведь она в письме Рейгану об этом написала. С этим парнем можно иметь дело, и вот эти вот его качества потом... Когда ему говоришь, насколько он прекрасен. Конечно, ну, слушайте, почему он сдавал страну и не понимал, что он делал? Они же специально ему устраивали вот эти массовые, чуть не миллионные там манифестации, демонстрации с криками в Германии, в Горбе, в Горбе, когда девушки-лифчики снимали... Ну, ладно, ну... Мы же смотрели на и навещание все это. Это действительно было так, понимаете? Ты что? Это же был... Потому что это рок-концерт был такой. Не-не-не, там просто сумасшедствие было. А потом, смотрите, ближайшее окружение того же Горбачёва, они говорили, а вот теперь попробуй развернись на 180 градусов, как они тебя принимали, знаете, по принципу от любви до ненависти один шаг. Вот так же они тебя будут и проклинать. И в данном случае вот это тщеславие Горбачёвское было на полную использовано. Я, кстати, с Михаилом Сергеевичем, ой, прошу прощения, с Николаем Ивановичем Рыжковым на эту тему говорил. Вот наша была последняя с ним передача, она вот сейчас как раз на канале МПГУ опубликована. Он там сам, Рыжков, подтвердил, что на этом тщеславие во многом и сыграли наши зарубежные партнёры. То же самое касалось и Ельцина в данном случае. Все знали о том, что Борис Николаевич большой поклонник, я бы даже сказал, большущий поклонник «Зелёного змея». Это ни для кого не было секретом. Кстати, вот возвращаясь к тому же Николаю Ивановичу Рыжкову, мы тоже с ним на эту тему говорили, он ведь очень хорошо знал Ельцина. Более того, они дружили, оказывается, я этого не знал. Да, я никогда не знал. Да, они дружили, потому что его познакомил с Ельциным один его друг Свердловский, который работал завотделом Свердловского обкома партии. И когда они собирались на какую-то очередную вечеринку, он ему говорит, Николай, а ты не против, если я приглашу там начальника Треста строительного? Да строительного, я даже не помню. Он мой хороший типа товарищ, и так далее. Он говорит, да давай, пускай придёт. И он пришёл с супругой, мы познакомились, и после этого мы на протяжении десятка лет дружили. А потом, когда Ельцин перешёл в обком партии и стал сначала вторым секретарём, нет, пардон, секретарём по строительству, а потом и первым секретарём вот здесь, что называется, Остапа понесло. Я, говорит, уехал к тому времени уже в Москву. Мы тоже потом встречались, но уже прежней теплоты и во взаимоотношениях не было и так далее. Но, когда его собирались сюда переводить в Москву, меня, говорит, вызвал Горбачёв, я к нему пришёл, там же был Лигачёв, и я им сказал прямым текстом, что да, у Ельцина есть достоинства, но есть и куча недостатков. Если вы хотите знать моё мнение, я категорически против того, чтобы его переводили в Москву, а уж тем более, ставили первым секретарём МГК партии. Потому что это, говорит, значит, человек, который совершенно не может работать с людьми, а уж тем более в Москве, это всё-таки культурный центр, научный центр и так далее. А он привык, как строитель, всё забивает, что называется, по шляпку. Вот это манера его вот так вот работать, в том числе и с людьми. Не дня без отставок. Да, и его вот эта вот пагубная привычка, значит, вот это злоупотребление алкоголем, а совершенно очевидно, что когда ты злоупотребляешь алкоголем, у тебя неизбежно начинаются необратимые процессы в самом организме, которые сказываются на твоей психофизике. Вот и всё. И этим пользуются. А они что, думают, что если они вот его напоят, он быстрее на что-то согласится? Конечно. А может быть, это и выбрана была фигура для того, чтобы уже... Американцы вот писали, что надо вовремя... Горбачёв был отработанный вариант. Нет, ну понятно, что Горбачёв уже... Какой Горбачёв? Ну, Ельцину понятно, что... Ельцину нужно было поддакивать всегда. И вот как бы при разговоре с ним, чтобы у него складывалось впечатление, что вот его полностью поддерживают, хотя на самом деле он уже начинал озвучивать слова, которые ему... Слушайте, я прошу прощения, я вот хорошо знаком ещё и с маршалом Шапошниковым, с Евгением Ивановичем, вот. И он мне тоже рассказывал, я ему верю, он вообще, Евгений Иванович, человек как бы, знаете, как одинокий волк, т.е. он терпеть не мог вот эти вот помимо работы как бы застолья, общения и т.д. Ну, такое понебратство какое-то. Да, понебратство и т.д. И он мне рассказывал, как его очень часто вот в самом начале 90-х годов тот же Бурбулис и тот же Ельцин и т.д. все время пытались, что называется, за уши притащить вот к этим... Компанию. Да, в эту кампанию. А я, говорит, прекрасно знал, что там были в том числе и провокаторы, которые нальют лишнюю рюмку, чтобы потом тебя же разболтать, что называется, а затем и подставить, поэтому, чтобы вот избегать подобного рода. А это у Ельцина, вот в этом ближнем круге у Ельцина это вообще было принято. Он, кстати, поэтому во многом и отказался от должности министра обороны, но несколько раз упрашивал... Шапошников имеется в виду, да, чтобы просто мы не запутались. Да, и он говорил о том, что я всё-таки верю до конца, он до конца, говорит, я пытался всё-таки сохранить объединённые вооружённые силы. Он говорит, если я сейчас уйду на должность министра обороны России, то да, можно точно ставить крест на ОВС СНГ, т.е. объединённых вооружённых сил СНГ. Всё, паузу делаем и продолжим через полтора минуты. Это программа «Простыми словами». Юлия Андрея Норкина в студии, у нас сегодня в гостях Евгений Спицын, Евгений Юрьевич, давайте по Ельцину закончим. Да, ну вот я по Ельцину хочу просто договорить, что вот это было принято, причём там было принято вообще напиваться, вплоть до того, что содержимое, так сказать, желудка можно было тут же, не отходя от кассы, что называется… Извлечись, исторгнуть. Вывернуть наизнанку, понимаете? Исторгнуть. Тот же Бурбуль с этим занимался, тот же Гайдар. Кстати, многие говорят о том, что, я прошу прощения, я вот всё-таки с этими людьми общался, многие говорят о том, что Гайдар пришёлся, так сказать, Ельцину по вкусу, и он сразу в нём почуял своего человека, потому что он тоже был большой любитель зелёного змея. И они за рюмочкой, что называется, обсуждали якобы… Ну, у нас, насколько я понимаю, по-моему, ещё никто не писал книг о Ельцинском периоде, вот таких откровенных, потому что вот, пожалуй, Адамишинская книга едва ли не первая. То, что я цитировал, это американские книги, там, британские. И у нас это ещё… Евгений Юрьевич, можно немножко мы сейчас… Говоря о книгах. По пиарим и о книгах. Значит, насколько я понимаю, в конце лета должна быть закончена «Хрущёвская слякоть». Название, конечно, убийственное для… Блестящее. Да. Что за книга? Ну, я понимаю, да. Что за книга? Ну, это я уже говорил об этом, значит, у меня вот в прошлом году вышла книга «Осень патриарха» «Савельская ежа». Да, это у нас есть. Да, 45-ки, 50-х. Замечательная книга, говорю, как человек, который… Проглотил её там за часы. Ну вот, и понятно, что логическим следствием этой книги должна была стать новая книга, которая уже была посвящена бы Хрущёвскому периоду или вот этому «великому десятилетию», как его некоторые называют. Я слово «великий», конечно, беру в кавычки. Ну, нас принято называть Хрущёвскую эпоху оттепелью или Хрущёвскую оттепелью, а я как бы на противопоставлении думал-думал, как бы назвать там «дурак на царстве» или там ещё как-нибудь, ну, думаю, «Горбоата», а вот это вот у меня как-то вот родилось, я думаю, Хрущёвская сляка. Ну, такой Антонио получился. Да, вместо Хрущёвской оттепели. И вы знаете, чем больше я погружаюсь в материалы, чем я больше пишу, а я усиленно работаю над книжкой, и мне надо в конце августа её закончить, то я убеждаюсь в том, что вот это название, оно точно отражает всё то, что происходило в тот период. Я вам просто маленькие, два, может быть, маленьких примера приведу, чтобы показать вам, насколько подло и топорно проходила так называемая реабилитация жертв политических репрессий. В мае, если я не ошибаюсь, по-моему, 4 мая 54-го года создаётся комиссия Руденко, это тогдашний генеральный прокурор СССР, которого Хрущёв вытащил с Украины. У нас всё с Украины вытаскивали. Кадры оттуда, так сказать, набирались. Так вот, была создана комиссия, она так и называлась, по пересмотру дел. И вот по итогам своей работы за 10 месяцев, в начале апреля, эта комиссия присылает в президиум ЦК записку по рассмотренным делам и по принятым решениям. И вот здесь, внимание, я сейчас, может быть, буду ошибаться там в каких-то деталях. Значит, было рассмотрено, по-моему, 237 тысяч уголовных дел по политическим мотивам осуждённых. Из них было реабилитировано, то есть не та судимость, не амнистировано это, а реабилитировано, порядка 8,5 тысяч осуждённых. Это 3,09%. Понятно? Меньше 4%. Ну, понятно, понятно. Значит, большая часть либо были вообще не реабилитированы и не амнистированы, некоторым были сокращены сроки наказания, и там какое-то количество людей были амнистированы, то есть по суду они признаны преступниками и так далее. Теперь я смотрю дальше. Это официальная записка, которую сам Руденко посылал. Я вам могу подтвердить, что когда берёшь книгу в руки Евгения Юрьевича, то начинаешь читать, и видно очень скрупулёзное, деликатнейшее отношение к документации. То есть там просто на каждой странице по 2, по 3 документации. Да, вот смотрите, теперь дальше. Смотрим теперь по республикам. Это вот, кстати, к вопросу о кровожадности самого Никита Сергеевича. Значит, по республикам было рассмотрено по РСФСР, самая крупная республика с самым большим количеством населения, 76 тысяч уголовных дел. Реабилитировано около 5%, то есть примерно там 4,9-4,9-5, вот так вот. Украина, которая по населению, пардон, была в 3 с лишним раза меньше, чем РСФСР. Там было рассмотрено 93 тысячи, то есть 76 и 93, уже разница. Там было реабилитировано 0,91, то есть меньше 1%. Теперь вот я сейчас продолжаю писать, и буквально вчера, значит, читаю очередное постановление Президиума ЦК, который буквально продавил Хрущев, значит, о создании комиссии Верховного Совета СССР, которые должны были на местах принимать решения по отпуску людей, отбывающих там наказание, не только за политические, но за должностные преступления и так далее, и так далее. И там прямо в этом постановлении написано, поскольку в судебном порядке подобные дела рассматривать долго... Долго? Да. То для ускорения этого процесса мы создадим вот эти вот комиссии, пускай эти комиссии едут на места в колонии, и там сами с бухта Барахты решают, кого отпускать, кого не отпускать, кому снижать, кому не снижать. И была создана для контроля за деятельностью этих комиссий, их было создано 97 штук. Значит, партийная комиссия, которую возглавил Арестов. Да, и там был установлен срок до 1 октября 1956 года. Значит, была создана комиссия в марте, то есть, ну, полгода давалось, да? Была создана комиссия в марте, и Арестов пишет, значит, в середине октября по итогам работы записку Хрущева. Товарищ Хрущев, ваше задание выполнено, даже с переуполнением мы освободили там такое-то количество людей, которые были осуждены по политическим делам. Более того, у меня больше всего, больше, что меня вообще возмутило или там рассмешило, я не знаю, какие эмоции передать, там было написано, да, возможно, в заключении находятся люди, которые совершили преступления политического, должностного или хозяйственного характера. Ну, они, в общем-то, не настолько серьёзные, и вряд ли, значит, люди, осуждённые по этим делам, представляют какую-либо общественную опасность, поэтому их можно выпустить. Без решения суда. Понимаете? Вот как у нас проходила реабилитация. У меня ещё один вопрос, осталось у нас всего две минуты. Оттепель – это такое вот связанное, ну, стереотип главный. Да, Эренбург. А это такое идеологическое какое-то послабление. Рассвет клише, да. Рассвет как бы культуры, кинематографа, поэты у нас там. Науки, физики, лирики. Совершенно верно. Ну, потом там Никита Сергеевич увидел жопу вместо лица, и это как бы закончилось на вернисаже. Но, тем не менее, вот потому, что ты сейчас вот уже… Это действительно было так? Вот такая у нас мини-ренессанс какой-то такой? Или тот уже? Слушайте, каждая эпоха порождает свои мини-ренессансы. А вы думаете, что… Возьмите, например, ту же архитектуру. Сталинское арт-де-коли, Сталинский ампир и Хрущевские, да? Если вы посмотрите, да? Вот. Это первое. И второе. Мы всё время привыкли смотреть на оттепель глазами нашей художественной интеллигенции. Да. Совершенно верно. Я так на неё и знала. Так они и создали, по-моему… Стереотип. Ну, естественно, понимаете? Хрущев помог людям из бараков выйти и жить в квартирах. Слушайте, вообще-то, если посмотреть… Это тоже стереотип. Если посмотреть, например, сталинскую строительную программу, то во многом Сталин эту проблему решал куда более успешно. Это стереотип. Дело в том, что… Понимаете, Сталин достал совершенно другая страна, которая лежала в руинах. Которая за три года вышла на уровень… А Хрущеву досталось уже другое. Но за счёт чего он, например, стал строить вот те же пятиэтажки? У нас 25% всех пятиэтажек, знаете, где были построены? Нет. В Москве. И всё? И всё. А в Ленинграде, например, за это время жилищный фонд увеличился всего на 9%. Ну, поэтому и в 90-е годы… То есть пыль в глаза пускал. А помнишь, когда мы с тобой только начали-начали впервые общаться с иммигрантами нашими, мы никак не могли понять, почему они крайне негативно относятся к Хрущеву. Гораздо хуже, чем к Сталину. Мы никак не могли… Они говорят, ну как же, говорят, ну Хрущев относился к священникам в тысячу раз хуже, чем Сталин. Это тоже. А это вот как-то у нас в голове не укладывалось до какого-то времени. Мы даже не верили. Потом уже просто тоже как-то стали немножечко заниматься… Ну вот я, понимаете, я сам для себя открываю Хрущеву. Большая получится книга-то? Ну… Больше, чем «Осень патриархия»? Да, мне кажется, побольше. Ничего себе. Там просто, во-первых, период чуть-чуть побольше, и потом там… Ну если в августе заканчивается работа над рукописью, значит, где-то вторая половина осени. Да, да, где-то. Тогда надо будет прийти и поговорить. Ну я надеюсь, да. Всё, время наше истекло. Спасибо большое. История к Евгении Спицын. Как обычно, замечательно. Да, было у нас сегодня в программе «Простыми словами», а мы с Юлей расстаёмся с вами до следующего буднего дня, до 21 по московскому времени. До свидания. Счастливо. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok